Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, и мы с вами продолжаем ПК-билдинг-симулятор. Адище вроде пока что временно закончилось, я пока в нормальном количестве заданий, их всего лишь 5, многие из них мы скоро выполним, и я немного зашел в песочицу, чтобы протыкать кое-какие программы и их смысл покупки. Вот, и на самом деле вот эта штука рейтинг комплектующих очень полезная, потому что мы сможем смотреть сравнительную производительность процессоров и видеокарт, и вот мне кажется, что как раз для заданий, где нам нужно 3DMark тестить, это будет прям must-have, мне кажется, что я вот очень сильно хочу потратить последние деньги сейчас именно сюда, но не уверен в этом. Вот, если честно, пока что мы, наверное, попробуем все-таки без него, как только будет денег побольше, мы уже прикупим, я думаю, все-таки эту штуку, потому что она, ну, очень полезная. Так, и у нас... что? У нас куча всего, у нас несколько оперативок, у нас несколько, да, прокачек, райзен приедет завтра, короче, завершаем день. Мне кажется, я скоро застрелюсь, потому что адища, прям конкретно адища. У нас пятый уровень, мы можем менять периферию, но периферии здесь не так много, я тоже посмотрел в песочнице сколько. В основном, Razor продукция есть красивые, как только будут деньги, я думаю, тоже сделаем. Вот, мониторы вообще все одинаковые, меняется только цвет вот этой вот штуки, типа ободка этого. Так, у нас несколько 980i, три штуки, прекрасно, замечательно. Так, давай посмотрим, значит, в порядке. Ага, плюс пять заданий сверху, я вас ненавижу, уроды. Так, сегодня 3DMark к вечеру должно быть сделано, а нет, к вечеру должно быть сделано через 8 дней. Комплектующий, читал в интернете про сборку, которую выдал на тестах 3523, слабо повторить. Не вздумайте ставить БУ. Окей, начнем с тебя, голодный Уильям, или может быть есть какие-нибудь, какая-нибудь работенка с более серьезным додолайном? Нет, додолайнов вообще больше нету, давай сначала разберемся с тобой. У него Ryzen 5, не полторы тысячи, у него, ну вот, короче, проблема сейчас в основном будет с видеокартой, посмотрим, сколько он выдает, в принципе, это кто? Это голодный Уильям. Вот он. Ох, какой ты, блин, молодец, голодный Уильям, а? Чистить корпус мы не умеем, да? Зачем, действительно? Посмотрим, как себя покажет 980, я надеюсь, что хорошо, и что 980 будет решением всех моих проблем. Просто понимаете, в таких сборках, сколько у меня, 800 у меня, да? В таких сборках очень важно для нормального результата менять еще и материнку. То есть, если Ryzen последний, который я могу купить, не вытягивает столько, сколько им всем нужно, а смены обычной видеокарты недостаточно, то это значит, что все плохо. Это во-первых. Во-вторых, что нужно менять видеокарту, и при этом достаточно серьезно не хотят 3500, то есть надо покупать достаточно хорошую видеокарту. В виде, там, реально 980-й TI-ки. И при этом еще ставить, где они у меня, вот они у меня. Так, у меня есть LE, есть не LE. Ему я поставлю, давай не LE сначала попробуем. Да, нужно менять еще и материнку тогда, и ставить туда 6700К, который будет посильнее. Так, ну корпус собран не до конца, как будто я прям, как будто меня это парит. Сейчас я пока буду менять всякое. Ну, я не думаю, что будет 3500. Все равно, то есть, этого маловато. 3523, но это очень много. Типа, у меня уже комплектующих стоит на 490, где я должен взять еще столько денег, я вообще не понимаю. Но с 3D-марком надо наковыряться, потому что очень хочу разобраться, как работает здесь принцип этого рейтинга, потому что очень для меня это непонятно. Я говорю, не имел с ним никогда дела, но ставлю топовое железо, которое мне доступно на данный момент. Если мне дают задания, которые мне на данный момент невыполнимы, то зачем мне их дают? Вопрос. Так, ну давай. Давай, TimeSpy. Бенчмарк на базе DirectX 12 со встроенной поддержкой новых функций API. Так, тест производительности происходит в 2К. Тест 1 включает в себя обработку частиц, тесселяцию, генерацию объемного освещения, ЦП. Тест ЦП измеряет производительность процессора путем сложной комбинации физических расчетов и специализированных симуляций. Ну, 10 кадров в секунду тут не будет 3500. 10 FPS это мало. То есть сюда надо реально ставить новое, новое, блин, все вообще. 3523. До хрена они хотят, очень много хотят. Таким железом... Даже не знаю, как это сделать. То есть я могу потратить 310 баксов еще на вот эту сборку. И при этом, при этом, мы имеем, сколько? 310. Типа, если говорить про процессор, то на Ryzen 5 уйдет 190. Новая материнка будет стоить сотку. Допустим, представим, что мы покупаем вот эту материнку, она будет стоить сотку. 100 материнка, 6700К стоит 250 минут. До хрена. Надо пробовать разное. Просто если я сейчас действительно поставлю все топовое железо, мне не хватит, то... Блин, это задание просто мне невыполнимо. А здесь 30 кадров в секунду. Каким образом? Потому что первое это процессор, а это второе... Да, потому что это освещение. Потому что вот это тест видеокарты, а первое тест процессора. И тут стабильные 30 кадров в секунду. Ну, правда, то, что мы видим, это немного не 30 кадров в секунду, да, согласитесь? Мужик, забирай работу. 980 вытаскивает абсолютно все, ребят. Запомнили. Нужно 3DMark, ставим 980Ti. Все работает идеально. Так, я ничего не забыл. Все, прекрасно. Значит, мы сейчас все задания с 3DMark сдадим. Больной дружок? Больной дружок, иди сюда. Я специально для вас купил 970 две штуки. Чтобы вы мне мозг не выносили. Так, а ему, по-моему, я еще и процессор менял, да? Я ставил ему Ryzen? Нет, я ему не ставил Ryzen, он у меня заказанный как раз для него. Но что-то мне подсказывает, что он мне уже даже и не пригодится в ближайшее время. Что я отключил только что. А, все правильно. Мне кажется, он мне даже не пригодится. Типа, камон. Ты посмотри просто. Так, 980-е у меня где? Ну, правда, LE-шки. Но, блин, если обычная выдала 4 с чем-то, то я думаю, LE выдаст, ну, 3 точно. То есть, 3 800, около того как раз и будет. Будет обидно, если не сможет. Но, я думаю, сможет. Да, ло. Короче, видюха решает. Вот этот второй тест, первый тест, он не очень. Но он, видимо, не очень в силу процессора. Либо так и должно быть, фиг знает. А, блин, второй тест с видюхой прям просто поехал. Он там, он так фигарит, что... Да и боже. Я вроде устанавливал сюда 3D-марк уже, да, раз 15. Да, давай. Да, видишь, здесь тоже, типа, вот 9-10 тут что-то как-то маленькое. А, ну, потому что видеокарта похуже. Ну, все равно сейчас посмотрим. Я думаю, тоже будут сейчас то, что мне нужно. Я, наконец-то, разберусь с этими заданиями и все, уже к ним не будем возвращаться. Прекрасно просто. Так, тут мне что-то хотели... А, процессор тут хотели. А, вот еще 3D-марк. Ну, это и потому, что я заказывал 980 Ti еще одну. Ну, 980 Ti сделает хорошо здесь. Блин, у всех стоят Родионы. Просто вот все, что вот мы получаем, везде Родионы. Тут что? 31 када. 31? Больше, чем... А, ну, это, наверное, сейчас упадет. Или нет? Как 31? Тут видеокарта похуже. А, процессор получше. Процессор лучше, видеокарта хуже. Сложно. Вообще, ужас. Знаете, я такими темпами, короче, начну разбираться в Родионах, мне кажется. Это пока что... В Родионах, AMD. Дайте, вот. Кстати, я не знаю, как назвать компанию. То есть, когда мне дадут возможность, я еще буду думать. Напишите в комментариях, какие могли бы быть ваши идеи по поводу того, как можно назвать нам студию. Я потому, что пока не знаю. Я хочу, но я не знаю, как бы это могло быть. Блин, стол за полторы тысячи. Реально, что ты собрался ставить за полторы тысячи? Я вообще не понимаю. Ну, что ты собрался ставить просто? Ну, что? Ну, стул стоит ей. Стул от Razer, стул от Razer. Что? В чем проблема? Четыре... Слушай, забирай. Забирайте работу. Все. С 3D-марками мы разобрались. Теперь я понимаю, как оно работает. 980 Ti. Конфетка. Ты ублюдок, которого я ненавижу, которому я сдавал это задание 3 года. А, он еще хотел гибкий белый кабель, который больной дружок. Ну, давай поставим ему туда еще гибкий белый кабель. А то он мне... Мне кажется, он меня, во-первых, ненавидит уже. За то, что я ему столько времени делаю компьютер, который будет вытягивать 3814. Летний ему, я запутался в них. На самом деле, вот в чем возникает проблема. И с бюджетами, когда, например, на несколько дней раскладываешь один и тот же заказ. Потому что их много. И ты просто забываешь, типа, а сколько ты потратил там в этот заказ уже? Сколько ты можешь себе позволить потратить, чтобы не уйти в минус? Это вообще очень быстро забывается. В силу количества заказов я прям от этого очень сильно страдаю. То есть, это реально надо, короче, в жизни вести книжку какую-нибудь прям. Взять тетрадь, записывать. Так, у меня есть такой-то квест. Столько-то я потратил. Или там, не знаю, на второй монитор вывести прям. И действительно записывать. Какое задание? Сколько я потратил? Сколько я еще могу потратить? В Excel, знаешь? Прям полностью документ. Зря я, кстати, начал это делать. Знаете почему? Потому что мне сейчас придется заново делать тест. Ненависть. Вот это глупо. То есть, он... Я не знаю, мне кажется, игре стоит начать понимать, что я меняю. То есть, поменял ли я что-то? Понимаете, вот сейчас от того, что я просто... Я не могу просто отнести, да? В смысле, собране до конца. А, да, извиняюсь. Забыл. То есть, блин, я... Мне сейчас придется заново проводить тест. Заново делать 3DMark нужно будет, да, проводить опять? Это глупо. Немного это глупо. Как по мне. И меня немного напрягает, что мы нифига не поднимаем бюджет. То есть, у меня все колеблется так в одном положении. Мне сейчас, конечно, заплатят, но... Мне платят не так много. Мы, конечно, скоро поднимем себе пятую звезду уже. Ну, да, надо, короче. Это глупо. Я ничего не менял. Я просто поменял кабели. То есть, кабели никак не влияют на производительность компьютера. И игре стоит понимать, когда я делаю изменения в железе, когда я делаю изменения, которые ни на что не влияют. К сожалению, но пока что это работает так. У меня есть коврик? Можем менять все. И мышку у меня есть, да? Я не знаю, почему у меня прям... Я не бесплатная. То есть, настолько, видимо... Настолько много было партнерства, видимо, с этой игрой. Рейзер очень хотят сотрудничать. Поэтому и прям впихнули аж бесплатное железо. Монитора нет, к сожалению, другого. Такой коврик есть. Просто вообще все. Все в Рейзере. Все. Я миллиардер. Вот можно продать вот этот вот сет. Купить видеокарту. Понимаешь? Для какого-нибудь заказа. Или стол. Вот этот вот. Второй. Чтобы вот так вот ставить компы и забывать про них. Так, давай сдадим... Какой? Вот этот вот. Да, квест. Он вроде мне сказал просто не ставить БУ. И... Все. Тест производительности 3523. И они не ставят непонятное барахло с радиорынка. Да? Я потому что вот такой вот молодец. Но, чувак. Он выдает больше, чем 3523. Он выдает 4 с чем-то. Это вообще боль. Страх и ненависть. Неплохо заработали. Ту-ту-ту-ту-ту. Хочу пят... Мне интересно, что будет на пятой звезде. Просто видишь, я типа чем больше получаю звезд, тем более крутые запросы мне приходят. Но, блин, смотрите, какая награда. 211. 172. 192. 214. Вот этот бюджет... Бюджет ни на что не влияет. То есть, я могу покупать много. И могу много, ну, тратить, да? На комплектующие. Но... Это не окупается. В смысле. Мне просто возвращают ту сумму, которую я потратил на покупку комплектующих. Так что... Bending over backwards. Это круто. Почти пять звезд, или типа около пять звезд, или что-то типа того. Отзыв на обзовике. Тест производительности говорит. 3.814. И мастер как-то узнал, что я тощусь от MSI. Как же он это сделал, а? Так, ну, мы вернулись примерно в наше положение. 3000 долларов. 2000 долларов. Я, походу, не взял квест, когда надо было его взять, да? Как-то греется. Пыльный. Не надо б.у. Слушай, я же подкупил, да? Ну, все к этому, но у меня... Я идиот. Так. Значит, что у нас дальше есть? У нас есть больной карандаш, которому нужно поменять ЦП. Я ему для этого... Я ему для этого купил... Нет, я ему купил для этого райзен. Да? А этому я купил... А кому я купил? Подожди. Или я опять решил не смотреть? У меня есть райзен? У меня есть... А, да, вот, я купил один райзен. Это специально для него. И... Памяти. И еще надо почистить, и все. Так, больной карандаш. Что у нас там говорит больной карандаш? Больной карандаш говорит, надо чистить компьютер. Убийца. Что они делают с железом? Как оно работает? Оно и не работает, поэтому и приходит ко мне в итоге. В каком состоянии? Корпус, детали корпуса. Все почищено. Так, прокачать ЦП. Про провода вроде не говорил ничего, чувак. Так, райзен, до свидания. Ставим тебе новый. Несовместимо. Так, давай все, что сломано, мы продаем, потому что оно сломано. Я, честно, не знаю, кто покупает то, что сломано вообще. В моем понимании, зачем это делать? То есть, на что? В чем цель? Какова цель? А, у него... Нет, это какая-то неизвестная оперативка. Это не TeamForce, это же скилл. Это я заберу себе. Так, и планки памяти. И он говорил, что ему нравится TeamForce. Раз. Два. Куча оперативной памяти у меня прям... Я не знаю, что с ней делать. Мне... Мне... Себе я ее не поставлю просто потому, что, ну, говно. Продавать надо. Надо реально продавать. Потому что БУ я... Видите ли, не закупаю. Это не... Не работаю я с БУ. Никто не хочет, чтобы я ставил БУ. Тем нравится, когда все новое. Я тоже люблю, когда все новое. Поэтому я не хочу людям ставить БУ и таким образом экономить. Тем более, что я экономлю? Вот если бы мне полностью выплачивали бюджет, это было бы круто. Я все еще мечтаю, чтобы мне вот просто пришел чувак, сказал, собери монстра. И я соберу. Я такого монстра... Я... Я... Я не знаю. Вот прям 30 тысяч долларов. Все работает. Работает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Внутри все в пылюке. Ну, бывает. ЦП приятно уручить системники, но про термопасту забыли, идиот. Твою мать, я знал, что я забуду термопасту просто когда-нибудь. Термопаста. Ненависть. Ненависть. Господи, термопаста. Да. Но он все равно заплатил, поэтому плевать. Это не сильно повлияло. А, это мы уже выполнили. Ага. Так. И чувак, которого я немного... Я забыл, или это новое? Пока система прогружается, я успеваю кофе сделать. В итоге он хочет, чтобы я прокачал ему ЦП и памяти до 8. Да, вот. Я ему купил 6700К. А, и да, да. Я просто не принял задания. Умник. Просто умник. Так. Ну, и здесь достаточно сможете собрать ПК. Я вижу задание. Сколько даете? Так. Тут 3D-марки надо, что? 2,290. Ну, будет больше. Намного больше. И причем я вписываюсь в бюджет. Потому что здесь стоит опять Родион. Это Родионы не тащат вообще, понимаешь? Ни один Родион из всех, которых я покупал, не тащат 3D-марк. Даже самый крутой, который я могу купить. А я думаю, я примерно одинаковый могу купить. А может 1050 Ti поставить? А 980 оставить себе? Просто так, если подумать. Как вы думаете, 1050 Ti вытянет? 200. 249. Мне кажется, нет. Ну, почему бы не попробовать? А что тут еще стоит? А что тут за проц-проц? Давай попробуем. Да, господи. Давай попробуем. Если сработает, то оставлю туда 1050. А 980 Ti я оставлю себе. Просто чтобы, ну, почему бы и нет. Ну, как-то не знаю. Как-то... Че с процем? Квадкорд 1300X. Блин, ну чисто технически может затащить. Гангнам стайл. Прекрасно. Вот чисто технически мне... Я думаю, может. Может быть, нет. Может быть, да. Не знаю. Как бы... Потрачу немножко времени. Я это последний все равно заказ на сегодня, поэтому... И у нас скоро будет 5 звезд. Так, ну, 9 кадров. Для первого это хорошо. Я думаю, сделает. Я думаю, даже 3 с чем-то сделает. Возможно. Могу ошибаться. Так, а мы пока залезем сюда. И это мы сделаем. Как я это пропустил? Вообще не понимаю. Новые комплектующие. Новые корпуса. Новые процессоры. Новые кулеры. То же самое. Блин. Появились мои... Мои корпуса. Только не мои. Ну, почти мои корпуса. Понятно. Где NZX-то? Эу. Не понял. А вот. А, типа я могу крутить. S340. А S340 элиты нет? Нет. Не, элита нет. Обидно. Чё, сколько? 13. Ну, наверное... Ой, 10. Ну, да. Наверное, не вытянет. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть огромное количество ненужных процессоров. Которые Ryzen 5 Quad Core 1400. А не BU. Продать. Так. 5, 6, 600к. Продать. Эти новенькие. Пока не знаю, куда их применить. У меня... На один лишний можешь себе поставить. Сколько выдал? 237. А на 2,249. Ну, ты скотина, вот скажи мне. Ну, вот... Ну, как так можно, а? Так. Я, конечно, вандал выдираю. Отключаю видеокарту прям с включенным компьютером. Не важно. Выключается. Вроде как это не мешает работе. Так. Это продать. Это BU. Это BU. Это BU. Это BU. Это BU. 3000 долларов уже на этих BU. Это BU. Все BU продать. Так. 950, 1300, 1400. Это лучше, чем это. Ну, блин, надо начать вот эту ставить. 980. Вариантов нет. Я хотел ее себе в итоге поставить. Но, да ладно. Мы себе сделаем компьютер. Вот как только у меня будут деньги. В большом количестве. Мы себе сделаем монстра. Просто такого монстра, что... Я не знаю, зачем. То есть, он не нужен по факту. Потому, что это как хрень, которая вообще стоит вот здесь. Ее не видно. У меня в любом случае будет стеклянная крышка. Это нихера там не видно, что светится. С подсветкой нет смысла даже париться. То есть, вообще ничего. Но придется... Все равно я себе сделаю. Может быть, я его просто красиво поставлю вот сюда. И он будет здесь стоять. Нам, кстати, скоро сделают шкаф для хранения ПК. Если бы оно у меня еще было. Если бы оно было нужно, я имею ввиду. Так. Пуста планки памяти. Ой, там обои. Слушай, вот тут хорошее задание. Уже до 1400 бюджет. Работы, правда, все равно мало. Давайте залезем в какие-нибудь прокачку. Информация о системе. Не очень важно. Дополнительный USB диск. На этот случай, если у меня сразу несколько компьютеров используется. Блин, быстротверка. 2000 долларов. Ну, ну не. Это того пока что не стоит. Я вот очень хочу, да. И вот это, и вот это. Блин, может автоподключение прокачать. Давай софтом закупимся. Давай все-таки, да. Вот так вот я закуплюсь на 1000. Просто софта немного купим. Поочередно. Потом будем покупать уже автоподключение. Это просто упрощение. Есть штуки, которые мне могут понадобиться по заданию, а есть штуки, которые так, чисто упростить мне время. USB устройство для нескольких компов. Это зачем вообще пока что? Пока что. Я вот хочу... Стойки ставятся и вынимаются сами с собой. Комплектующие устанавливаются быстрее. Я не знаю, что это, что имеется ввиду. Программа для разгона видеокарты. Все винты закручиваются сами. Но это очень дорогие штуки. То есть 8 косарей. Ну да, 4-3. Ну, блин. Ну окей, и что? Принимайте работу. В бюджет главное вписываемся. Можно ставить, почему бы нет. Эх, ладно. В процессе перевозки. Так, нас забирай. А, гибкий белый. Господи. Твою мать, и заново обойдешься с этим гибким белым? В смысле, корпус собранный до конца. Я забыл поставить заглушку. Не заглушку, а... Блокировку PCI. Как вы думаете, белые кабели обойдется? Поставят 4 звезды, ничего страшного. Я не хочу заново проводить тест. Мне нечего делать в это время. Тест производительности 2249. Я в диком восторге. И гибкий белый кабель все-таки когда-то где-то был присоединен. И, видимо, оно засчиталось. Я только за. Круто. Новые комплектующие, новая видеокарта. Так. И давай смотреть. Это нам приедет. Это я сделаю быстро достаточно. У меня, кстати, короче, есть лишний ЦП, что ли? Да, у меня лишний 6700К. Один. Один я поставлю завтра. Один у меня лишний, который... У меня влезет? Мне 6700К. По-моему, мне влезет 6700К. Слушай, давай... Давай поставим... Себе 6700К. Как тебе такая идея? Откройся. У нас просто пентиум, понимаешь? Тут болезненно живется. Вот, так что... Можно, в принципе-то, наклеить 6700. Конечно, материнка сомнительная. Видеокарта еще веселее. Там какая, где... Кто? А, 970-я, между прочим. Не так уж-то и плохо. Печально. Но не так уж-то и плохо. Охлаждение оставляет желать лучшего. Но, блин... Зато вот 6700К и себе загробастал. Каким-то образом. Ну, правда, я, наверное, все равно потом буду все новое покупать. Включайся. Сейчас он сгорит, короче. Просто надо будет полностью новый компьютер собирать. Так. Вы же чините компы, да? Мой пока устарел. Одна из деталей подразумевается видеокарта. Более не соответствует моим стандартам. Придумайте что-нибудь. Я бы хотел 8 гигабайт оперативки. Он быстро нагревается. Очень срочно нужно как можно раньше. У MSI бомбические комплектующие. Удачи, Лиза. Прокачать видеокарту, пропылесосить, добавить оперативки. До 8 у нее сколько? GeForce Dark Silver. 4 гигабайт. GeForce Dark Silver. А, мегагерцы? 2400. 2400. Dark Silver. Одна штука. И... Прокачать видеокарту... В принципе, не имеет значения, какое у нее. Я думаю, за такое можно покупать 980 Ti. И особо не париться. Можно покупать даже вот такую. Просто Golden Edition. Просто летать будет. Ну, что, бюджет позволяет. Почему бы и нет? Что у нее стоит-то? У нее стоит... А у нее стоит 980 Ti. Ты что, больная? В смысле, не соответствует? Ну, я так понимаю, что... Это вот единственная видеокарта. Вот эта. Единственная видеокарта, которая круче вот этой. Серьезно, вот этой. Ничего себе запросики. 3 терабайта. 120 SSD. Охлаждение. Дерьма, дерьмом. Ryzen сраны. Я понял. Я понял. Но я принимаю. Я уже заказал. Круто. Круто. И форс Дарк Сильвер. Да, 2404. Офигенно. Вы штиньте компы, да? Комп начал дико лагать. Я хочу топовый ПК. Можете добиться бенчмарка хотя бы в 4.4.94. У вас же БУ не вставляю, да? Вы кастомные кабели ставите? Гибкий синий, например. Тимоти. Тимоти? Господи, у меня покупают Black Star. Страшно стало даже. 4.494. А что у тебя с процессорами и так далее? У него Intel. Ну, да, сделаю. У него LE. Вообще без проблем. Кстати, кабели, по-моему, один раз нужно купить. Гибкий обычный синий. Ты один раз покупаешь, и все. И этого достаточно. Так, ну мы ему покупаем тогда... А у меня как раз лишний... А, лишний 6700К? Ага. Да-да-да. Поставил себе, поставил. Так, и что, видюху? Ну, он... Тут без проблем. Тут я вот эту куплю. Golden Edition. 855. Это вот ему. Я думаю, 4.494 это сделает точно. Вот эта сборочка. Так что покупаем. Когда-нибудь у меня закончатся деньги. Правда, вот сможете собрать ПК, меня пугает. Мне кажется, мне денег. То есть, можно мне сначала бюджет, и я из этого бюджета уже буду покупать. Очень просто страшно. Ну, да, должно у него даже SSD есть на полтерабайта. NZXT-S340. Вот это крутой комп. Будет теперь вообще. Доброго дня. Я широко известный в узких кругах автор Брюс Ван Клифф, и я нуждаюсь в ваших услугах. Строго говоря, я с трудом переношу современные технологии. И предпочитаю работать на старой доброй печатной машинке 57-го года выпуска. К прискорбию, мой редактор принуждает меня цифровать рукопись моего нового романа, который станет вехой в истории литературы. Дескать, так ему будет удобней. Удобство, удобство, все ради удобства. Ему наплевать на то, что откровенно преступно взять кровь и под писателя. Взять саму его душу, излитую на бумажный лист, и перевести это в бездушный набор битов и байтов, которые раздербанят между собой бесчисленное множество компьютеров. Но, увы, мой нынешний компьютер покупался несколько лет назад и успел морально устареть. Я не могу запустить на нем последнюю версию нужной программы для писателей Scribner. И, соответственно, не могу работать. Сделайте все необходимое. Будьте так любезны, будущая литература висит на волоске. Выдающийся писатель. Поставить Intel Core i5-6400. Добавить... О, господи, Celeron. Добавить RAM до 8. Я могу купить 3 таких оперативки. Martoni Value Supreme. Сколько? А, мне надо, получается... А у меня 2 есть, они б.у. 3 купим. Ничего, он дает бюджета. Поставить i5-6400. i5. i5-7500. Я могу поставить 6600. Будет, да, 265 нормально. Оооо, и 5-6600, ну, 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 нормально. Пойдет. Вам понравится, писатель. Так, и собрать ПК. Ой. Добрый день. Я бы хотел заказать ПК для местного клуба любителей поездов. Он не должен быть очень уж мощным, но там должно быть достаточно памяти и места на жестком диске. Мы тут крутим слайд-шоу, они довольно много весят. Заранее спасибо, Роб. Эммм... Бюджет 800. Бюджет 800, но при этом потратить не больше 750. И при этом это должен быть полный компьютер за 800 баксов. А платит он 200. Эмм... Вы хотите моей смерти? Соберите компьютер, говорит. Так... Блин, я бы, конечно, это вообще на отдельный день даже выбрал, потому что тут сейчас нужно подбирать не больше 800. Но им важно... Подожди, в принципе, в принципе, давай так. Давай соберем метаур. Какой-нибудь вот такой вот за 80. Сейчас посмотрим, сколько в итоге выйдет. Почему NZXT-340 такой дешевый? Давай ему NZXT-340 соберу. Тут разница нулевая. Соберу, вон черный поставлю. Черный корпус NZXT. Материнку надо взять. Дэээм... Материнку за сотку страшно брать, если честно. Но тут дешевле нет. Ну вот обычная, обычная материнка. Опа! Стоять. Это я сейчас не про это за задание. Секундочку. ГАБ 250М Гейминг 5. По-моему, оно немножечко... Оно под Кейбил Лейк сделано. Ай-3-6. А как оно... Видимо, совпадает. То есть, 6-700К встанет туда вообще? Просто, если встает сюда Ай-3... Но вот эта материнка, она немного... Мягко скажем... Гигабайт, GA, да? Гейминг 5. Это вот она? Да, это она. У нее как бы Кейбил... Ладно, не важно. Я думаю, встанет. Так. 210. Процессор возьмем какой-нибудь попроще. Ну, какой-нибудь Ай... Пятый, что ли? Я не знаю, сколько там сейчас дальше выйдет. Давай пока что образно 6500. Память. Там что-то ему нужна была память. Оперативка 16 гигабайт. Мне, конечно, больно пихать это все в NZXT корпус. Но, да ладно. 16. Можно купить... Раз, два, 515. Теперь нам нужно еще... Жесткий диск, но это не так дорого. До 500. Увеличить объем. Ну, увеличить объем. Ну, 500 в принципе сделать. Ну, на терабайт я куплю. 175. И... Что? Охлаждение еще нужно. Вот это за 33. Пойдет. 608. И БП. БП возьмем... Вот этот. Я ничего не забыл? Материнка, планка. Корпус, материнка, процессор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Крапуса, да, нормально. Пойдет. Тут будут же вроде кулера, если я не ошибаюсь. Можно купить на всякий случай, но вообще, по идее, в стоке должны быть. Есть. Полная поддержка родину Кракен, бла-бла-бла-бла. Описание прям как сайта. Встроенный блок питания, бандаж. Бандаж, полный сейф, заборники. По-моему, там нету. Давай мы на всякий случай прикупим. Вот. Вот так. Пойдет. Все, заказываем. 738. Потратил не больше 750. Должно купиться. Сборка пока с нуля. Этот заказ потребует собрать с нуля самое, что ни на есть ПК. Придется закупить в магазине комплектующий и корпус. Да ты что, игра? Серьезно? Ммм, как это... Как это неожиданно. А что это подойти к доске, а? Зачем? Пометьте сборку ПК под заказ. На доске в офисе вы можете найти желтый ярлычок. Для таких работ он вам пригодится. Возьмите желтый ярлычок и присобачьте его к столу, а затем соберите на этом столе ПК. Я извиняюсь, зачем? Я не могу просто собрать ПК. У меня будет пустой корпус стоять, я из него все соберу. А, сборка. Взяться за работу. О-о-о, прикольно. Я могу, типа, наклеить, типа, что я здесь буду делать под заказ. Понял. Но это вот как раз нужен стол какой-то другой. Пока, подожди. Пока, подожди. Сколько я ковыряюсь, блин, в этих заказах? Кошмар какой-то. Так, пойдем, наверное, основную работу выполним завтрашнюю. Мне все еще едет райзен. Ой, и некоторые видюхи приедут только завтра. А, сегодня восем... Подожди, сегодня восемнадцатое? Да. Все, все нормально, все приедет завтра. Ой. А как, а как, а как это, как вот это произошло? Ну, это я точно не мискликал. Это просто значит, вот эти именно комплектующие... Нет. Я опять либо мискликнул, либо по-другому не было возможности. Ну, чувак подождет недельку. Бывает. Страшно. Так. Нам сегодня, обращу внимание, приехал пустой корпус, да, из которого нам нужно будет собрать адище. Круто. Давай смотреть. Тут тоже сейчас пришло, естественно, миллиард. Миллиард просто тут как бы запросов. Прокачай, плиз. Давай тебя сначала. Декитинг, пропылесосить, обновить, это который 6700К. У меня же есть 6700К? У меня есть 6700К. Блин, это все еще надо сейчас не перепутать просто, знаешь? В чем проблема-то? Так. Окей, декитинг. Начнем с тебя. Мы тебя пылесосим. Мы добавляем тебе оперативки. Оперативки мы тебе добавляем... А, это то самое старое задание, кстати. О, новый корпус, клевый. Ну, такой, коробочный, квадратный. Процессором снизу. Это что? А, это задняя стих. Интересным образом он почему-то ставит его лицом к себе. Есть у меня пара вопросов. Если честно, я... Я такого корпуса никогда не видел в жизни. Нигде. Ни на картинках вообще. Просто никак я не видел это нигде. Почему я... Почему это красное? Это такая материнка? Сейчас будет адище. Ой, как у меня много оперативки. Так, БУ, до свидания. Все, что БУ, продаем в задницу. БУ, 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 не БУ, БУ. Так, это все нужное почему-то. А, эти помню, да, все нормально. Так, ставим. Выполнено. Теперь кабель отключить. Это отсобачить. Слушай, я не уверен, что сюда влезет же 6700К. Просто если здесь есть i3, то по-хорошему, да, 6700К войдет. Потому что сокет, все нормально. Так, ставим, что было. Было вроде это. Дуло оно туда. Кабель. Мне страшно сейчас представить, каким образом здесь подключается... Почему он как будто поставил его... Он как будто перевернул... Это корпус такой, я понимаю. Но он его прям перевернул так. Там китинг ничего. Там про кабели. Греется пыльный побыстрее. Ничего не нужно. То есть технически, да, у него лицо вот здесь. Но... Это самый странный корпус в моей жизни. Я вообще никогда такого не видел. Я шокирован просто. Не, ну квадратные, да, там прямоугольные, я знаю. Но чтобы вот почему-то лицевая стенка была здесь, а не здесь. И чтобы вот в таком положении... Это как будто такой... Как будто правосторонний, короче, корпус. Вот как машина есть тоже. Левосторонний, правосторонний. Вот здесь то же самое. Очень странно. Очень. Все работает. Все, все, все. Можно сдавать. Прекрасно сдаем. Следующий. А, термопаста? Забудь про термопасту. Убейте меня. Термопаста. Так. Сможете собрать? Подожди. Со своим собрать. Мы чиним компы, да. Это чувак, который хотел себе максимально мощную там ведюху, да? Да. Лиза Гроув. Ну вот это вот нормально запыленное. То есть так более-менее не критично. Но тоже не очень. Терма. Мать ее, паста. Вот. Вот. Вот забей. Я так никогда не буду пятизвездочным сервисом, если я буду каждый раз бывать про материя, про процессор. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь такое? Тут я докупал вроде. До восьми. Да, как раз у меня есть планка. Вот это. Четырехгигабайтная. И вуаля. Восемь памяти. Главное, он хочет восемь памяти. Она хочет восемь памяти. Меня это бесит. Он хочет восемь памяти. И просто максимально больной. Максимально больную видеокарту. А, ну и гибкий синий. Паста. Но не тут и так все подключено. Но я сделаю. Я ж купил. Видеокарту отвинчиваем. Ставим вот это. Не имеешь права мне не засчитывать. Круче купить не могу. Где си... Она писала про гибкий синий? Нет, не она писала про гибкий синий. А кто писал про гибкий синий? А, который 3D. А, который хочет, да. И ему комп приедет как раз не скоро. Там большой заказ. Или стоп. Подожди, что? У меня одна видеокарта. Максимально мощная, да? Ну да. А это БУ. 980А и БУ. Я что-то подзапутался. Оно у меня... Я не докупил, что ли, одну видюху? Потому что 4494. Или я процессор хотел менять? Может быть, я хотел менять процессор. Тимати. Ладно. Короче, забей. Кабели будут белые, родная. Извини. Странно. Я опять возьму... Я мог проморгать. Вообще без проблем. Тебе серьезно меш... Крышка мешает? Что? Крышка мешает блоку PCI? Это... Как ты ставишь? Пересли. Пересли. А как так получилось? Что-то я не понимаю. Янточный... Ну, гейминг... Ау... Да, она только 25-го приедет. Действительно, это его заказ. Ну, мужик, сорян, подождешь. Он мне до двойна не давал, да? Странно. Так, работает все. Принимайте заказ. Кто там? Я же ничего не забыл. Апгрейд прошел успешно. Видеокарта окей. Сделали все очень быстро. Да без проблем. Только вот насчет быстро. Хе-хе. Так, ты подождешь. То есть я могу еще компьютер собирать. Так, и... Давай еще вот мужику поставим... i5. Ну, уже i5 нужен был, да? Нет, это не тот. Это которому бенчмарк нужен. Вот этому вот. Надо поставить i5. Оперативки немного, да. Так, термопаста. Помним, да? Так, я вот ему как раз накупил столько оперативки. Чтоб прям отрабатывать как... Тихо. Чтоб прям отрабатывало... Как бешено. Опа. 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 Пойдет. Можно было сделать лучше, но... Офиг. Это писатель. Че он понимает в компах? Ничего. На фоне играет максимально крутой музон. Я бы сделал его погромче. Но авторские права. И то я, кстати, не знаю. Будет он цеплять это или не будет. Я ему, по-моему... Я ему купил 6600. Да, я ему купил 6600. А чувакам, которые попросили... Чувакам, которые попросили компьютер собрать, я купил этот. 6500. Да типа че им там запускать всякие... Господи. Какие презентации толкать? Это вообще... То-то то, что я купил, то не особо нужно. Я просто выложился в бюджет. Камон. 1900 баксов. Нормально. Так, ну термопаста... Я не забыл термопасту. Я вроде все сделал правильно. Да, просто 5. Просто 5 звезд. Это я молодец. Так, ну и у нас тут новые комплектующие. Всякая дичь. Запрос на ремонт. Апгрейды. Перегревается. Там нужно будет куча всего. Этому дяде я сделаю, к сожалению, только в четверг. Когда, кстати, нужно будет платить квартплату. Вот. Ну а пока будем собирать уже в следующей серии только. А на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok